типа Блиновской. Такая, вау, кс. Я закрываю все блоги и ухожу варить свечи. Так, ну что, погнали. Всем привет. Мое имя Анна Зорина и, если вы со мной еще не знакомы, я эксперт по йоге и медитации. И я именно тот йог, который уходит варить свечи. И я долго к этому шла, чтобы снять это видео. На протяжении последних двух месяцев мне тяжело было совмещать две деятельности. Я на протяжении двух, даже более, наверное, лет вела очень активно блог о йоге, развила аккаунт, на ютубе до 30 тысяч подписчиков. У меня миллионные просмотры в тикток и больше 100 тысяч подписчиков в тикток. И моя любимая, конечно же, площадка, которую сейчас нельзя, к сожалению, называть. И за последнее время я постоянно ловила себя на мысли о том, что мне не хочется выходить в сториз, мне не хочется давать какую-то пользу. Но понимание того, что люди ждут, ждут, что я выйду в сториз и расскажу, как обычно, о чем-нибудь полезном, расскажу, покажу какие-либо упражнения, расскажу, как работать с этой проблемой, как работать над осанкой и так далее. И каждый раз я ловила себя на мысли, что с каждым днем мне все сложнее и сложнее это делать. Потому что у меня появилось новое хобби. В мае месяце я села медитировать, как и обычно. Каждый мой день начинается с медитации. Это было, как обычно, утро. Села и мне пришла даже не мысль, мне пришла просто картинка того, что в моей руке свеча и те эмоции, которые я испытываю от того, что я смотрю, как горит эта свеча. И дальше, как работает наш мозг, он начал развивать дальнейший ход событий в голове, в медитации, соответственно. И все дошло до того, что в моменте, в самой медитации прошло на самом деле минуты полторы. И вот за этот промежуток я прожила очень многое. И мне пришла мысль, что а почему нет? Я хочу попробовать варить свечи. И это было просто что-то невероятное. Конечно же, синдром самозванца, критик внутри меня, возможно, какие-то детские травмы, когда говорили, что ты не сможешь и так далее. Это сидит в наших головах с детства и не дает нам совершать каких-то поступков, каких-то действий, которые могут привести нас к мечте, например. И буквально через неделю я продала свечу, первую свою свечу продала через неделю. Медитализации прошла всего неделя. Вы можете это представить? И меня это так сильно зажгло. То есть я пошла в свой страх. Мне было безумно страшно. Я волновалась. А что, если не получится? А что скажут родители? А что же скажет мой мужчина? А что обо мне подумают мои подписчики? А как я буду совмещать? И вот эти, конечно же, мысли дали мне каких-то мыслей, мыслительных процессов, которые не давали мне идти в свою мечту, в свое желание. Но так как я постоянно прокачиваю мозг, стараюсь идти в это развитие, прохожу всякие обучения, марафоны по типу Блиновской. Но, ладно, шутки шутками, но действительно я проходила очень дорогостоящее обучение, которое там ближе к 100 тысячам. И действительно очень важно и серьезно подходила к работе с подсознанием, к работе с мышлением. И пока мы сами себе не разрешим, нам никто не разрешит. и слушать всех вокруг, слушать, что нам кто-то скажет, у тебя не получится, ты не сможешь, посмотри на свои прошлые бизнесы, посмотри на Ваську, Печку и так далее. Ты не сможешь. И мы начинаем в это верить, конечно же. И вот в этот раз я не слушала никого. Хотя в этот раз меня даже поддержало несколько человек, хотя раньше такого не было. И я начала развивать страничку. Через неделю я продала одну свечу, через еще три дня я продала еще несколько свечей. И я такая, вау, это дает мне столько энергии, это дает мне столько внутренней мотивации делать, создавать новое, вкладываться душой, вкладываться временем. И это очень сильно меня подстегивало идти дальше. У меня не было никаких ИП, самозанятых и так далее. То есть все дошло до того, что я настолько была серьезно настроена на то, чтобы идти в свою мечту, в свое желание, в ту идею, которая пришла мне на медитацию, в ту картинку, которую я увидела. Я моментально сделала ИП, не боясь вообще страховых взносов, которые там по чуть ли не 100 тысяч ежегодно, по процентам и так далее, по отчетам, бухгалтерии, в общем-то, миллион подводных камней. Но это не так страшно, когда ты занимаешься любимым делом, потому что любимое дело, оно приносит деньги. И я словила себя на мысли, что как только я почувствовала, что мое любимое дело — это свечи, йога перестала мне приносить как эмоциональный подъем, так и финансовый. И вот здесь я сломалась. Сломалась, потому что я каждый день включала камеру телефона с мыслью о том, что я не хочу вещать о йоге. Я хочу кричать о свечах. Я хочу говорить о том, что посмотрите, какая классная свечка, какую я красивую свечу сделала. А аромат — это просто что-то невероятное, оргазм. И я думаю, что мои подписчики, люди, которые шли со мной этот путь, которые наблюдали за мной, они это чувствовали, что в последнее время в моих сторис, в моих постах, в моих вещаниях, да даже в клубе моей любимой девочки, у меня был закрытый клуб с йогой, я думаю, чувствовали. Что я делала это не с желанием. И постепенно все шло к тому, что я потихоньку перестала выходить в прямые эфиры. То есть в клубе девочки занимались больше по записи в последнее время, чем занимались мы вместе. Телеграм-канал я совершенно забросила, практически выходила туда только в дни продаж, когда открывались окна вступления в клуб. И, конечно же, когда весь контент направлен на то, чтобы купи-купи-купи, и в основном пропала жизнь в блоге, конечно же, пропадает интерес аудитории. И я это понимала, но я понимала еще, что я просто не хочу ни о чем рассказывать, потому что в этом нет энергии. И, к сожалению, это довело до того, что у меня случилось полное выгорание. В начале прошлого месяца я об этом призналась, сказала, что, девочки, простите, но я пропаду на некоторое время и перестану вещать. И что безумно меня порадовало, меня поддержали, сказали, что, Аня, ты очень светлый человечек, и отдыхай, конечно, мы тебя ждем. И я безумно надеюсь, что моя старая аудитория, конечно же, что сейчас уже в последнее время новая аудитория набирается все больше, и не знакома со мной как с человеком, но мы это уже поправляем, мы начали с вами знакомиться, и если вы хотите со мной знакомиться больше, то, конечно же, подписывайтесь на меня во всех соцсетях, потому что везде разный контент, и везде я говорю о разном интересном. И я очень надеюсь, что меня поддержит именно моя старая аудитория, девочки, которые со мной давно, с самого начала, с самого начала открытия клуба, с самого начала ведения страниц и так далее. И я буду вам безумно признательна и благодарна, если вы не кинете в меня помидор или камень, сказав о том, что «Ах, ты уходишь? Значит, я от тебя отписываюсь». Ммм, такая ты, нехорошая. А поддержите и скажете, что «Аня молодец, иди в мечту», и ты будешь для нас таким примером, который лишний раз показывает, что идти в мечту не страшно, что если ты в это веришь, если тебе нравится то, что ты делаешь, у тебя это получится. И я действительно очень боялась идти в это, но я решилась. И сейчас тот момент, когда я готова, готова переступить вот эту черту, что старая меня тянет вниз, к сожалению. И я очень нервничаю, на самом деле, потому что видно, что мои руки, они просто не стоят на месте. Но это нормально, потому что, во-первых, это мое первое видео на новой странице YouTube, и я не боюсь начинать новую страницу, потому что я ровно так же быстро наберу подписчиков, как и на прошлой странице. но в любом случае вот этот вот навык, он немного остался, и нет такого, что я начала прям все дело с нуля. Нет, конечно же, со мной мой опыт. Сейчас настало то время, когда мне нужно уйти, когда я словила этот момент, что я даю контент себе во вред. Во вред эмоциональным, во вред физически, во вред времени. Потому что тратить на контент, который ты излагаешь подписчикам, порой тратится очень много времени. Для того, чтобы написать какой-либо пост, нужно взять идею, продумать, написать, отредактировать, найти фотографию подходящую, сфотографироваться, фотосессию устроить и выложить. То есть я поняла, что это мне не дает энергии. И сейчас именно тот момент, когда я готова. Я готова уйти, я готова закрыть закрытый клуб с йогой. Я готова перестать вести страницу йоган свою в соцсети, которую нельзя называть. Я готова перестать вести свой ютуб-канал, которым более 300 тысяч подписчиков. Я так их набирала с любовью. Но сейчас я понимаю, что мне нужно идти дальше. Я понимаю, что сейчас свечи для меня очень большой шаг в новую жизнь. Потому что то, с какой скоростью я начала развивать этот бизнес, я не развивала ни один там бизнес свой. У меня сейчас очень много оптовых заказов. Я вышла на маркетплейсах. Кстати, так как я хочу вести этот канал, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы, чтобы я рассказала вам о том, как я просто потеряла почти 100 тысяч рублей в моменте, когда я выходила на маркетплейсы. Это просто трэшовая ситуация, но это было из-за тупости. Если вы хотите, чтобы я рассказала этот момент, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я расскажу, чтобы вы не делали таких ошибок, если вы будете выходить на маркетплейсы Валберис, Озон, Яндекс.Маркет и еще другие. И возвращаясь к теме по свечам, настолько быстро у меня начался этот рост, что я даже уже записываю обучение для людей, которые будут также заниматься любимым делом, творить. Это будет их любимое хобби для людей, которые будут создавать декор для дома, которые будут создавать что-то новое и кайфовать от этого. И это ведь так важно. Заниматься тем, от чего у тебя мурашки. И это восхитительно на самом деле. И еще раз, к сожалению, йога мне перестала доносить этих мурашек. Безусловно, я занимаюсь абсолютно каждый день сама, потому что йога это потрясающе. Йога это невероятное ощущение в теле, невероятное ощущение в постели, невероятное ощущение того, что ты гибкая, ты сексуальная, ты просто кайфуешь от себя, ты хочешь себя, ты наслаждаешься собой. Это все йога. Потому что йога развивает безграничную любовь к себе. Йога развивает просто безграничная забота о своем теле. Потому что раньше я была как мусорная бочка, которая ела просто все подряд. Но йога развивает это ощущение, что нет, а я не буду это есть. Я хочу есть только то, что приносит моему телу радость. и так далее. Йога это про то, что ты смотришь на себя в зеркало и ты не видишь даже не так. И ты уже не загоняешься от тех недостатков, которые тебя всегда волновали, от которых ты себя ненавидел. Йога вот именно добавляет вот эту любовь, с которой ты смотришь в зеркало и кайфуешь. И я никогда, наверное, не перестану заниматься йогой, потому что она очень сильно изменила мою жизнь в период карантина. Кстати, тоже момент, если вы хотите, чтобы я рассказала про какой-то тоже жизненный этап, который просто перевернул мою жизнь во время карантина, напишите в комментариях. Карантин тоже тот период, когда у меня менялась сфера деятельности, я в прошлом мастер перманентного макияжа, и там я тоже огромных высот достигла, адекватных, скажем так, для меня, и карантин, закрыты все границы, и оп-па, дом это закрыли, и никуда не выйти. И вот здесь ко мне пришла йога, и опять-таки тоже в медитации. И поэтому, если вы хотите, чтобы я рассказала тоже тот путь, и сейчас именно тот момент, когда я позволяю себе уйти, я позволяю себе вот так вот заявить для всех, да, я закрываю свой клуб, я закрываю все блоги, и ухожу варить свечи. Если вы хотите остаться со мной, сейчас обращение к старой аудитории, то я буду всегда рада видеть вас, вы всегда мои, в самом глубоком месте, в самом моем сердечке, потому что мы с вами прошли огромный путь, начиная с карантина, прожили с вами очень много жизненных критических ситуаций, я буду вам очень благодарна, искренне благодарна, если вы останетесь и пройдете, будете проходить этот путь дальше со мной, и если вы не видите во мне только человека, который может давать пользу именно по йоге, то к сожалению, нам не по пути, и если вы видите во мне человека, с которым вам комфортно, за которым вам нравится наблюдать, который вас чем-то мотивирует, которому интересно смотреть, то welcome. Идемте дальше со мной, развиваться, не бояться, творить, делать, потому что все зависит от нашего мышления, оно может быть узкое, а может быть раскрытое, и один человек посмотрит на ситуацию, что ты негодяй, ты меня бросил, а другой человек скажет спасибо за опыт, пойдем дальше. И когда я начала мыслить как второй человек, в моей жизни начало меняться все, я перестала бояться того, что у меня что-то не получится, перестала бояться того, что в моей жизни чего-то не станет, я просто иду, и мысль о том, что в любом случае это опыт, в любом случае я всегда добьюсь того, чего я хочу, и это понимание дает действия, дает внимание, что все в этой жизни реально, все в этой жизни возможно. Раньше я была таким ребеночком, которому давали возможно все на блюдечке, но с момента карантина я осталась сама по себе, и это был какой-то новый делай то, что я хочу. У многих это происходит в 15 лет, у кого-то происходит это в 30 лет, у меня это произошло 22-23 года, не помню, когда там у нас был карантин, 2-3 года назад, по-моему, сейчас мне 25, и вот эти последние два года были самые лучшие в моей жизни, потому что я ни от кого не зависела, я действительно делала то, что хочу я, и это настолько классно, когда ты можешь делать все, и тебе за это никто ничего не скажет, и сейчас я также с этой мыслью, что почему нет, это жизнь, это прекрасная вещь, и в этой жизни нужно попробовать все, поэтому я заканчиваю это видео вот с такой прекрасной нотой, поэтому я заканчиваю это видео вот именно с такой мотивацией, что не зависите, пожалуйста, ни от чьего мнения, не слушайте людей, которые вам говорят, что у вас не получится, идите в свою мечту, верьте в себя, и я буду безумно благодарна, если вы будете идти в мечту вместе со мной, ну и вкратце, какие мои планы дальнейшие на ближайшее время, это сотрудничество с еще большими салонами, потому что сейчас уже в 10 салонах стоят наши свечи, мы сотрудничаем уже прям с крупными салонами, это не может не радовать, открывать свое обучение, потому что невероятное количество сообщений, заявок о том, что а когда у вас обучение, а если у вас обучение, и так далее, а все почему? Потому что я кайфую от своего дела, мне нравится делать то, что я делаю, а когда мы кайфуем, мы создаем просто что-то невероятное, и конечно же люди хотят научиться этому, хотят взять эту энергетику с собой, и возможно именно поэтому у меня так хорошо пошли свечи, потому что я вкладываю в эту душу, и в планах действительно начинать обучение, и совсем скоро я уже буду открывать первый поток, поэтому следите, и на сегодня мы заканчиваем. Буду ждать от вас обратной связи, пожалуйста, не судите слишком строго, как говорится, понять и простить. Продолжение следует...